Эй, всем привет, друзья, с вами Крис, вы на канале Крис Пьюс Плей, и у нас продолжение финального сезона The Walking Dead. Вот так вот неожиданно представляешься, представляешь, в прошлый раз мы сбежали от ебучей, не буду спойлерить кого, если ты еще не смотрел, посмотри от кого, и понесли потери в виде AJ, теперь он получил пулю, и вот этот зомбарь, который идет перед нами, это никакой не зомбарь, это какой-то человек в маске зомбаря, я так понимаю. Он снял его лицо, зомбаря, нацепил на себя, и вот такой красавчик, переходя здесь. Пиздец, значит, что-то с ним нехорошо. Да и с ними, да блять, и кто-то вообще такой. Нахуя на тебе нужно часто, я не понимаю, все равно ты с нами, никуда не денешься, самому-то приятно не ходить. Ой блять, блять. Ну это дробь. Вытащи осколки, да, видишь? Шрапнелл, шрапнул. Я? Я его подержу. Ну блять, да? Каждый раз вот ей предстоит вот клементине какая-то жопа. То себе зашить руку, то извлечь в дробь. Я хуею, блять, ебану, это ж так неприятно. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну хотя, с другой стороны, ее зашивать, мне кажется, было больнее, чем тут. Я, конечно, не эксперт по извлечению дроби. Но она как-то на поверхности, ее вроде не сложно, да, извлекать? А вот зашить себя, это то еще удовольствие. Ну и здесь-то ничего приятного нет. Я ж не говорю, что ты прям петельс. Но! Хорошо, что не пришлось внутрь залазить, знаешь, пальцами себе или где-нибудь. Стараюсь не шуметь, да. Хорошо, Эйджей, просто держи. Надави руками здесь, останови кровотечение. Все хорошо, Эйджей, он тебя подлатает. Вот изолента, да, изолента, она, мне кажется, универсальна. Она подходит вообще для всего. Этого хватит на первое время. Да кто ты, блять, такое? Сними свою ебучую маску, ты заебал. Тише, тише. Где наши вещи? Мой пистолет. Мы потеряли его, дружок. Луис и Валет убежали. Ну, мне кажется, я все сделал правильно, да? Они целы. Скорее всего. Просто я беспокоился, что Эйджей помрет, тогда я просто охуел. Ну, раз, что все это, дерьмо? Я хочу, моя цель, чтобы Эйджей и Клементина выжили, несмотря ни на что. Это очень важно. Ну, я уверен, что это, блять, ебучая игра. Возьмет и сделает так, что в конце я потеряю кого-то из них. Ну, не будет меня вариант, чтобы они вдвоем выжили. Вот, не будет его и все. Как конец первого сезона, когда Ли и Клементина, нужно было, чтобы Ли умер. Ну, вот, знаешь, так и здесь. Надо, чтобы кто-то будет, чтобы кто-то умер. И вот, ну, это закон сценария, чтобы, знаешь, вот, чтобы цепляла игра, что фильм, надо, что в конце, знаешь, как в Титанике или Перл-Харбор, ну, вот, что угодно, что в конце, там, один из главных героев умирал. Всегда. Тогда это очень трогает прям. И привязывает себя вот к игре, к фильму. «Я не пытался вам навредить. Ходячие должны были помочь вам избежать». «Это ты отправил ходячих?» «Был частью группы. Называют себя шепчущимися». «Они научились жить среди стат ходячих, перемещаться с ними, направлять, когда нужно». «Почему же ты один, если был в группе?» «Они напали на общину, устроили резню. Не мог с этим намериться». «Болит?» «И есть хочется». «Нет, там есть Oooh..." «Бляют такой перчатки. Сука, пи**дис. Ну, не знаю я, взять я. Ну, не знаю, б** делать, такая перчатков нет, как ты не врушила от аппетита, знаешь, как ты сам пи**дис совсем. Ты на эти руки. Ты просто глянь, это что всё, хё, фу. Где была эта курса? Какое место она срежена? У тебя есть имя? Было давно. Я не пользовался. Наконец-то. Чем ты похож, Джеймс, на это, знаешь? Резидент и Вилл. Почему ты помог там, Джеймс, на тыл, который у вас такой хуевенный на башке, помнишь? Как вы звали? Что ты знаешь о людях, которые на вас наполняют? Не помню, как вы звали, блядь, забыл. Они пищают детей. Я знаю, что они пищают детей и забрали двух в прошлом году. Да, для них это обычное дело. Они к северу отсюда ведут войну, вся их община против другой. А, еще даже, видишь, хуже детей. Вот почему они забирают людей, чтобы те сражались, обучают их и бросают в бой. Ну, как пушечное мясо. Еще даже хуже, чем рабство. Пиздец. Вы бы тоже стали их кем-то? Салатами? Это ужасно. Ну да. Да, поэтому я вам и помог. Спасибо. Ты откуда взялся ты здесь, красавица? Куда ты забыл? Куда? Куда ты здесь? Ой, подожди. Брось куда-нибудь, отвлеки его. Угроза исчезнет и никто не пострадает. Я, блядь, поражаюсь. Ну, броси камень, давай, обучимся. Я поражаюсь. Их надо же убивать. Их надо просто убивать. Всех. Вот, тем более он один. Чем меньше зомбарей, тем меньше опасность. Это же просто. Джеймс запомнил это. Понимаешь? Спасибо. А так-то, ну зачем вот его в живых оставлять? Он представляет из себя угрозу. А убить его вообще не проблема. Вот, в данный момент. Он один. Их даже не толпа. Возьмите его, просто прикончите. И вам же безопаснее будет. И он никому не навредит. Ушел. Было непросто отправить стадо вам на помощь. Не хотел, чтобы они погибли. Прям помощь, что прям пиздец-то была. Да, я прям охуел. Может быть, вначале, когда мы убегали, он бы еще хоть как-то помог. А если бы я не вернулся, у меня бы он схватил, и пизда. Придешь? А потом пришлось с ними драться. Там было две, три волны. Две я сражался с ними. Как-то не знаю. Так себе помощь. Итак, Джеймс, ты просто гуляешь по лесу, спасая первых встреч. Покинув свою группу, я скитался. Один впервые в жизни. Везде шла война. Сначала против ходячих, потом друг против друга. Надеялся, здесь будет иначе. Ты откуда? Из местных? Или пришла издалека? Жила в школе поблизости. Я жила в школе поблизости. Жила. Там нам больше не рады. А ты сам откуда? Вашингтон. Из города или штата? Городов. У отца была передвижная закусочная. Я помогал. Что-то у него лихорадка, у него жара. У тебя жара. Рану надо как-то как следует промыть и дать ему лекарства или каким-то чудом. Они... Если каким-то чудом они у вас есть. Блядь, откуда у вас окнаждены антибиотики? Нужно... Изначально нужно ее было промыть. И вы тоже, блядь, ебанутые сидите. Я хуею. Там же нож грязный был. Там все это... Ну пиздец. И в школе есть и карста. Но вряд ли ребята поделятся. Вот почему они на вас напали. Так? Чтобы добраться до школы. Они уничтожают все, что найдут. Приведут большинство бойцов. Найдут еще оружие и заберут оттуда всех. В школе не сможет отбиться от них. Меня, блядь, да вот, поражает. Как у них там время, наверное, тянется вечерами. Представляешь? Сидишь у костра и больше вообще делать. Нехо, кроме как размышлять и общаться. Ему нужен уход. Придется вам вернуться, иначе он погибет. Придеться вообще с кем общаться, да? А так, ну тут сидишь и просто смотришь костер. Представляешь, как это долго проходит у тебя каждый вечер. Ни книг, никаких развлечений, ни хуя. Я должна их предупредить. Хочу помочь им убить Лили, они не прогонят Эйджей. Я должна их предупредить. Так надо. Благороды, но раз они с вами так обошлись. Ну там же нормально, ребята остались. Я помогу тебе вернуться. Пройти ходячих, если ты знаешь, куда идти. Через пару часов пойдем. Видишь, там нормально, ребята остались в школе. Не все же пидорасы. Значит, еще пару часов можешь поспать. Ну вот. Надо им помочь предупредить. Это правильная вещь. Я не буду спать. Можешь отдохнуть. Хорошо. Спи, я постарше. Надо выспиться. Ну, как бы это, блин. А как же ты? Этой ночью могу и обойтись. Выспись как следует. Ну, блядь, тоже, да? Посреди ночи в темноте развели костер. Даже не в канаве. Спокойной ночи. Выкопал бы хотя бы канав, чтобы его не было так заметно. Туда костер погрузил. Вот от костра сделал себе две траншейки, накрыл их сверху там веточками, травой и всем, чтобы тепло от костра уходило вот в эти траншеи. И траншей подвести под спальное место. Будет тепло и хорошо. Но они же просто развели костер под дождем. Хуй знает где. Их можно легко заметить. И все. А ты сидишь у костра, у тебя уже зрение привыкло к свету. Ты даже не заметишь, как тебе подкрадываются. Ну, как-то, не знаю, как. Какие-то у них очень примитивные такие. Вот, видишь, хуй знает откуда видно. На дереве все отражается. Ну, пиздец, неправильно. Неправильно. Подставляют себя. Вот, вот, просто как на ладони. Приходи и пизде их. И все, блин. Спи, не спи. Это не поможет. Вот это маска на его ебальнике. Он в сознании? Да. Но у него дикий жар. Я его понесу. Ты беседа. Я, блядь, не упас. Как она помогает? Нет, я сама. От нее запах идет? Или внешне они различаются зомбарей? Это вообще в этой игре никак не объясняется. Вообще, блядь, не объясняется никак. Непонятно, на что они реагируют. Странно, если такие бы сгнившие глаза, у многих даже их нет зомбарей, реагируют, ну, блядь, реагируют тупо на внешность. Блядь, пиздец, блядь. Я в это не верю. Но если на запах, ведь вы, этой маской маскирует запах, ну, там, блядь, не так, так, должно быть, такая вонь, что в ней находиться долго, ну, не знаю, очень как-то сомнительно, пока не привыкнешь, конечно. Держись, почти пришли. Да и просто, это же кожа, блядь, она должна разложиться, высохнуть, и все, и пизда. Или он себе каждую неделю делает такую маску. Ходячий. Если это ходячий, холит, ты не в него стрелял. Ну, реально, ты лбоеб, что ли? Че ты в маске сюда идешь? Говорят, Луис, они вернулись. Просто, блядь, сними эту маску, нахуя ты в ней идешь, я не врубаюсь. А вот зачем, для кого? Все равно, если на вас нападут, вот за них нападут, все равно ему придется драться. Ну, блядь, как-то, не знаю. Слушай, ты ведь живешь там совсем один. Ты мог бы остаться с нами. Пока не готов. Ну да, он реально ее снял с черепушки, видишь, сшил сверху, как мяч футбольный. И все, блядь. Ну и куля, а вот я сейчас иду пришли, он ушел. Он ушел. Я больше не могу тебя нести. Да положи ты его, блядь. Че ты его держишь? Сейчас выпусти я все равно. Скоро будем в школе пока отдыхать. Ну реально, блядь. Сейчас их выгонят, и чего? А он ушел. Или он просто за деревом постоит, посмотрит. Я не понимаю. Так-то, по идее, должен был с ними остаться стоять. А там уж... Если что, просто ушел бы. Черт, он с ним что с ним, он жив, в него стреляли, у него жар. Давай, занесем его. Не могу. А вы тоже, долбоевый, блядь, съебали, убежали бы, даже не вернулись, не попытались как-то их найти. Видели, что происходит? Просто убежали бы, слышишь? Все хорошо, дружок есть с тобой. Я их спас, по сути, сказал, бегите. Они убежали. Ну, блядь, если вы убежали, возьмите подмогу. Пойдите, посмотрите. Поищите, все ли там, блядь. Где Клементина? Где Эйджей? Куда они убежали? И вообще всем на все насарать. Дай гляну. У меня все нужное наверху, пойдем. Мы вытащили осколки из раны. Мэй? Долгая история. У него жар, блядь. Его организм борется с инфекцией. Да дай ты, блядь, ему антибиотики. Сколько времени вы будете тянуть? Чем быстрее дашь, тем быстрее выздоровеет. Руби и Луис о нем позаботиться. Ты пойдешь со мной. Поговорим в кабинете. Реально, блядь, мы здесь уже потеряли хуй на сколько времени. Клем, тише, тише. Блядь, постарайся отдохнуть немного. Ладно, скоро поправишься. Клем. Они, блядь, тупые. Они реально тупые. Разденьте, блядь, его. Снимите все грязную надежду. Она же соприкасается с раной. Хотя они там замутаны, да, вроде рано. Ну дайте вы хотя бы антибиотики. Срочно это промыть надо все равно. Разматывайте этот скотч. Все это промывать. Наносить там перекись. Что угодно, блядь. Лишь бы поскорее все это обеззаразить. Ну и уж может быть все, что, бешенство сраное, там же нож грязный был, ну вот пиздец. Которым она же замбарин, между прочим, резала. Эйджей, слушай, Руби. Ладно, она за тобой присмотрит. Вспоминаю, что мы делаем, когда нам страшно. Когда страх берет на тобой вверх. Мы не позволяем. Мы шлем страх нахер. Все уже пошло. Эйджей запомнил это. Покупил пио, йоу. Йоба. Вот. Все просто ишь какой. Гангстер, епчет. Клементина, прошу тебя, давай поговорим. Винить ты только. Ну, только-то, только. Ну, только-то, только. Та, блядь. Финалис, он такой он размеренный, такие долгие разговоры, переходы, туда-сюда. Очень немного, очень. Слушай, насчет леса, я видела, как они тебя прижали, и, черт, это было жестко. Когда я слышала, что вы зовете на помощь, то... То, что, блядь, я пикнула. Я хотел вам помочь, но ты рекомендовал, чтобы убежали, пришлось тебе довериться. Бежали, блядь, они... Спасибо, что защитил нас. Ты очень храбрый, сбежали, бежали, но не бросали нас. Я, я правда думала, что ты погибла, Келем. Вернулась бы и все, проверила бы. Ебаньку, блядь, ссыкотый, нафиг. Просто сейчас все так хреново, понимаешь? Все живут в страхе, Келем. Так, а вриент, ты что, извини, зачаровала, рад тебя видеть. Мы чуть не сдохли, тварь. Ну, блядь, я бы ответил последнее, но... Я рад тебя видеть. Я жутко рад тебя видеть. Придется немножко измерить. Я рада, что ты здесь. Вот бы и Митч думал так же, и все остальные. Виолетта запомнила это. Мы с Луисом рассказали им, что случилось в Лису. Та женщина, которая на тебя напала... Лили. Бич, сука, Лили. Значит, ты все-таки ее знаешь. Мы все гадили. Сука, бич, Лили. Сука, бич, сука, бич, Лили. Сука, бич. Келем, она... Кто она такая? Ну, я-то знаю, что ты, типа, не с ними. Так, мы были друзьями. Она ужасный человек. Я почти ее не помню. Но ребятам не нравятся какие-то такие совпадения. То, что она появилась здесь сразу после тебя. Она ужасный человек. Да. Она злобная тварь. И всегда такая была. Папа у нее был глобан расист, а она во всем ему поддакивала. Я так считаю. Ну, отлично. Как будто мало на всяких придурков. Так не надо ее брать с собой жить. Просто надо ее придушить и нахуй. Она убила кое-кого из наших... Просто прострелила во время спора. Ее звали Карли. Она опорно не давала Лили с собой командовать. Мы пересекались только в самом начале. С тех пор я Лили не видела. Я тебе верю. Но есть еще кое-что. Вилли говорит, что ворот с вами был кто-то третий. Так? Джеймс. Он спас меня, и Эй Джей дал отдохнуть в своем лагере. Зачем ты привела его сюда? Показала ему путь. Глеб, мы его не знаем. Я ему верю. В лесу мы уже встречали незнакомцев, и закончилось это плохо. Не волнуйся из-за Джеймса. Ему можно доверять. Вилли говорит, что на нем были какие-то шкуры или типа того. Он носит кожевого горячего. Так стада его не замечает. Так стада его не замечают. Еще он может их направлять. Я думаю, там в конце игры поможет, да? Скорее всего, когда он будет их направлять на этих. Он нас будет атаковать. Скорее всего, я думаю, знаешь, как... Ружье... Как его это назовут-то, блядь? Ружье... Бэткомедина, как все говорит. Сука-сука. Если ружье Чехова есть, а еще... А, ружье Бондарчука, блядь. Иси-то, вот прям пиздец. Когда-нибудь снова выстрелят. Эй, однако. Я бы не привела его сюда, если бы он был опасен. Не то, чтобы я тебе не верила. Меня волнуют все остальные. Черт знает, что им взбредет в голову. Только мы похоронили Броди и Марлона, как вылезли эти подонки, которые воруют детей. А теперь вы вдруг возвращаетесь. Мы думали, что вы мертвы. Они не понимают, что случилось, и не знают, как им относиться к Эй-Джею. Варят? Эй-Дже им стоит бояться в последнюю очередь. Я знаю, просто сейчас в школе все через одно место. Все сходят злые, напуганные. Им нужно свалить на кого-нибудь вину. Сама подумай, они же вас выгнали. Как я, по-твоему, должна заставить их передумать? Все было решено. Пятеро против троих. А ты что, блядь? Она типа их лидер, что ли, стала? Или она не их лидер? Кто у них вообще лидер-то? Не понимаю, блядь. Сейчас, вместо Марлона. Кто их лидер? Нам так и не показали, да? Так, ты сидишь к этому Марлону, я сама с ним поговорю. К черту голосование. Я сама. Сейчас это кажется неважным, но они боялись вас, вас обоих. Давай я с вами сам поговорю. Никак. Дай мне самой поговорить с ними. Ну и что-то такая неуверенная, такая-то девочка говорит. Что она скажет? Джеймс сказал мне, что Лили и Абели будут делать дальше. Он сказал, что они бы найдут людей и оружие, а потом придут за нами, заберут их всех. Как он это мог сам узнать? Он долго за ними наблюдал. У них война с другой общиной, им нужны новые бойцы, поэтому забирают людей. Так вот, что случилось с Минни и Софьей. Они сделали из них солдат? Да, и с нами так будет, если их не остановить. Минни не любила убивать даже ходячих. Ну вот, Минни поэтому и умерла. Она была... В этом мире нельзя быть слабохарактерной и слабой. Оглянись вокруг. Это же крепость. В этом жестоком мире надо быть жестоким по отношению к жестоким. Понимаешь, вот так жестокий мир, ты жестокий по отношению к жестоким. Тогда ты сможешь выжить. У тебя будут шансы. А если ты будешь в слабенький, всех вот так вот, типа позволяйте бы понукать или там, т.д. Или там, пиздить тебя, или застарай что-то делать, ничего не получится. Хорошо. Если немного попотеть над обороной, можно сильно усложнить им задачу. Ты реально знаешь, как это сделать? Как-то раз я участвовала в осаде города Ричмонд. Сейчас покажу. Эриксен, безопасная зона. Не входить, мать твою. Река. А, ну, мы же видели, да, это кварт уже. Да, мы видели. Так, расставить ловушки в здании администрации F. Здесь будет держать оборону. Вот только один, вот только один, вход только один через главную дверь, а дальше центральная лестница. Чем-то этот план упоминает один дом? И тогда это большой центральный стеркейс. Если заставить этот путь ловушками, можно отступить сюда и заманить в них рейдеров. А, мне нравится. Мне больше поражает всегда, вот в американских фильмах или вот в этих историях, что у них, блядь, там даже двери, и то стеклянные, окон просто миллион. Почему она говорит, что у них только один вход? Да откуда угодно они могут залезть в это здание. Там окна все. Хотя они заколоченные, но мы видели, как заколоченные. Там нет стокол, и там, ну, стоит просто две доски. Спокойно залезай. Укрепить стены. У нас хорошие крепкие стены. Нужно сделать так, чтобы по ним нельзя было забраться. У рейдеров будет только один путь через ворота. У нас в теплице была колючая проволока. Пиздец, странно, что вы ее до сих пор не использовали. Это вы долбоюб, что ли? Чем вы там занимаетесь, вообще, сомнений? Я бы давно всю проволоку расставил вокруг этих, этих, в этой стены. Дверь полностью открыта, укрыться особо негде. Нужно перевернуть столы и сузить проходы через двор. Так, блядь, не успел. По крайней мере, это выиграет на время, если они переберутся через стены. Мне, знаешь, что вы интересует? С ним вы, блядь, сражаться будете. У вас один пистолет, и то у этого гангстера нашего. А, смотрите, плицу. Но вы же больше не пользуетесь теплицей, так? Нет, когда-то пользовались. Мы потеряли там кое-кого, потом плицу захватили ходячая, и Марлон запретил нам туда ходить. Безопасная зона. Safe zone. А проволока там точно пригодится, так они не заберутся на стены. Я пойду. Ты уверена? Я знаю, что ты вся такая боевая, но там же толпы ходячих и вообще. Че за хрень тут творится? О, пришел в бою, да? Вилли сказал, что она вернулась, а я такой, да не, Оллет, мне же не пойдет против общего решения. Потише, можно? Ночью спить. Ты че, охуели тут, я радуюсь, толпы ебушу суться. Жар уже проходит крем, все будет хорошо. Ищгольный бьёк. Зашибись, мы еще и лекарства на них тратим. Митч, те люди из леса, они собираются напасть на школу. Нам нужна помощь крем. Черт из-за, может она из них, откуда нам знать? Она не с ними, ты бы и видел, как их лидер втоптал голову крем в грязь. Я знаю, блядь, мне время сикать. И с ее появлением в школе то и дело случается какая-нибудь ботва. Да это сам ботва, иди ты нахуй вообще, сам да ботва. Постарайтесь поверить мне, AJ ранен, придурок, без меня вы все умрете. Блядь. Поверни, я понимаю, что ты злишься, у тебя погиб друг. Но тебе придется проверить мне, иначе у нас нет шансов. Я тебе доверяю, только пустить пулю мне в затылок. Мич, ты че веб-то? Че ты не еще такое? Оскорбительное, они делают так больше. Так, знаешь, маленькая такая, жирненькая, а уже бабуленькая такая. Такая, корочка-наседка. Клем идет в теплицу и за корючей проволокой. Ты ей поможешь? Заберите оттуда все, что можно пригодиться в бою. Вы такая суровая, блядь. Не буду я. Я боюсь, от мной. Или Клем туда идти слишком опасно, отберешься, ты хорошо. А кто у вас, блядь, лидер? Почему у вас какая-то хуета происходит? Блядь, вообще, никто не пойми, кому подчиняется, как-то пиздец. Хоть проголосуйте за вас. Вот что лидер сказал, то пусть он и делает, иначе вам вы обречены. Я тоже могу пойти, чтобы не цапались. Ну да, блядь, кип-то пись. О, курочка-наседка, видишь? Да пошла ты, с чего ты вдруг раскомандовался? Блядь, я тоже самое спросил секунду назад. Кто у вас, блядь, лидер? Кто вам должен давать команды? С того, что никто больше не вызвался. А, понятно. Понятно. Никто не хочет быть лидером в этой жопе. Ребята, я буду ждать тебя в ворот. Оттуда вместе пойдете в теплицу. Сначала хочу им все объяснить. Просто в таком случае тогда делается все просто. И кто хочет быть лидером нашей бригады? Ну, типа, вот там два кандидата. Окей, голосуйте либо за меня, либо за меня. А если никто не хочет, тогда я буду, потому что я беспокоюсь о всех. Вы должны подчиняться одному человеку, который будет уже, допустим, там, лидер, потом там два человека, его советники ближайшие, с которыми он обсуждает всю ситуацию и уже раздается всем указания. Это так должно быть устроено. А если у вас каждый делает что хочет, у вас хуйня получится. Ребята, вот так будут ждать тебя в ворот. Оттуда вместе пойдете в теплицу. Сначала хочу им все объяснить. Ну, дымлите. Странно, чтобы не было у этого Марлона, сменщика, ну, который его подменяется. Увидимся там. Так бы был, и не было проблем бы. Он занял его место. Прости меня, малой. Пожалуйста, держись. О, этот, блядь, лобоёб. Слабо характерный. Он не раненавил сейчас меня подбешивает. И он снял как пидорас. Я? Ну, говори, блядь, давай. Мябля. Я, я. Не люблю слабо характерных. Тебя, знаешь, нормальный, нормальный, а потом рост такой и на сторону сильных. Не может отстаяться со своих друзей и всего остального. Я все, я все боюсь. Ну, подойдет, и хоть бы его обнимили, и джечка уже почувствует. Теб, чмокнутый его щечку и все будет хорошо. Видишь, не захотел. Не захотел обнять его и чмокнуть в щечку. Обидно, конечно, пиздец. Я как-то не задумывалась, насколько, сколько времени прошло, как сильно тут все поменялось. Не пытается. Будешь стоять, идутся весь день или все-таки сделаешь что-нибудь полезное? А, без товарищей проволоки не она мне как, надо попробовать войти по-другому. Ну, давай, хостям ебалом, блядь, противно, так и мы не нравиться и не хочу делать, суки, блядь, мне такси, залить и бесить, и выходу из сдохли, блядь, не могу, я больше с вами вообще общаться, так не хочу зависеть вообще-то, блядь, что, не вижу ни хера вообще-быть. Внутри слишком много конденсата. А, конденсата слишком умна для себя. О, залькнись, я вообще не хочу слышать, ничего плохого в свой адрес, понимаешь ты или нет? Ну, что тебе? Да ничего. Да здесь только из-за того, что мы в полной жопе, так что не привыкай. Если переживешь стычку с рейдерами, я еще с тобой поговорю. Тогда давай сначала переживем. Ну, пихи, блядь, я ненавижу тебя. Сдохи, товарищ. Вот такой долбоеб, этот мич. Его мич зовут. Или, как его зовут? Хуйлой его зовут. Вот, что такое? Рыжик. Я так давно здесь не бывала. Мне здесь нравилось, но сейчас тут сплошные заросли. Я переживу. Давай, возьмем, как попасть внутрь. Да, у вас стеклянный, ёд твою мать, дверь, окна, все, разъебите, вы все равно не пользуетесь этой хуйней. В чем, блядь, ваша проблема, американцы? Вы не состояние развить стекло, что ли? Ебанулись, что ли, совсем там? Когда это было преградой? Я, я хуюсь с вас. Я хуюсь с вас, американцы, ебучий случай. Вам надо просто разъебать, ебучая, блядь, стекло, а вы не можете его раздевать. Вот, значит, сверху открыт. Как, как, блядь, туда попасть? Чудо не хай, не получилось. Туда попасть? Я, че делал ты? Блядь, че делал? Слышь, долбоеб? Не хватит, что он, а, вот, вот, то окно наверняка можно через днем пролезать. Молодец, меч, давай сюда, поможешь мне забраться. Пусть она лечит первый. Мы пошлем того, кого не жалко потерять. Бее. Надо же, такой сморозить. Вы же сказали, что нам нужна, что нам нужна ее помощь, так, значит, пускай она и лезет. Бее. О, блядь, надо ответить. Хорошо, я пойду, какой же ты говнюк, а после тебя ничего. Хорошо, я пойду, блядь, я не успел. Ах, я тоже, надуйся. Пошел, поехали. Е. Будет с ним разговаривать. Все, посмотрел, пошла. Давай, кинетину, не надо ебать мозг. Кричи, если тебя схватят, если там чисто, то дай знать, и мы зайдем. А то нам самим не догадаться, как только откроется дверь. Блядь, интересно? А, это что есть? Ну, просто интересно. Вот они кого-то там заперли, и что, блядь, это что, это нечто там прожило и до сих пор живо? А как давно? Ну, типа месяц, если он там один сидит без еды, он должен был сдохнуть давно. Он, типа, и так сдох, но у него просто организм, ну, он еще живой. Пиздец, я хуею. Получается, они не так давно заперли эту теплицу. Ой, блядь, Клементина, ой, Клементина, и ничему ты не учишься, Клементина, ты в порядке? Не-не-не-не-не-не, я горечка на сеточках, не-не-не-не. Ничего она не учится, почему она вообще туда полезла без оружия? А? Почему? Вот где ее нож? Никуда у нее нет. Клементина! Клементина! Я в норме. Ой, слава богу, как хорошо. Ой, блядь. Ну да. Ну вот, к чему приводит распиздяйство, вот я тебе отвечаю. Вот именно к этому. Всем похую, если бы раньше озаботились, зашли бы сюда, всех бы перебили, всех бы сожгли, и было бы все хорошо. Ну нет же, нам проще запереть их внутри, и пусть они тут живут. Ты хоть одного слышишь, они уже... Она их уложила, не паникуй. А ну да, блядь. И уже иду, сейчас открою. I'll get the door open. Почему тут снаружи? Ой, изнутри запаркодировано. Что за пиздец? Я нихуя не понимаю. Сейчас не было такого. Неплохо. Ой, рыжик. Смотри, копытень канадский, опунция обыкновенная, топинамбур, смелоцина, что из-за хуня, я вообще ничего не знаю, из этих ростей. Топинамбур только слышно. Давайте уже искать проволоку, а заодно и другие полезные штуки. Вы дебилы, блядь. Вы должны были сделать все раньше, до... Ну просто, вы там живете, вам блядь, сами-то неинтересно узнать, что здесь находится, что здесь есть полезного. Нет, неинтересно. Все, больно, ты счастливая. Еще неделю на пресном кроличьем рагу, и мы с ума сойдем. Легу. Вот, вы видите, как травы поднимут наш боевой дух. Такой, да? Такой, 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 позитивный, такой малыш-крипыш, который любит травку, в супчик положить, такая, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, это вкусненько, это хорошо, о, это нам. Некоторые грибы съедобны. Да, это интересно, ты хотя бы посмотрел бы, что это, понюхала его. Что это за сука гриб? Нашел сегодня? Я сама, как бинешь. Просто спрашиваю. Дубоньков. И, кстати, клевая идея из колюки-проболька. если эти козлы ломанутся на стены все кишки им размотает а хорошо хорошее было в речи мы вот такой мальчик мальчик мне ничего не нравится все плохо да откройте вы его возьмите культиру почему с никуда никогда ничего нет другая полезного важного нужно их я вас нету вы голодранцы голожопики взглянуть на газосилку ничем все я посмотрел я оба лопата вот лопаты сейчас заебанем этот садись за оружие да подожди и можно шкаф открыть или иди копания или для копания могилы ты не копала с нами ямы для марлона и броди приходилось выгребать кружками и мисками как ты не заебал или для того чтобы их башку распредит лапа не затутя нахуй на эти какие пучи затрахуешь и просто бесит просто блять бесит где мотировка ну вот мотировка из шкафчик сломаем откроем и быть заебок просто приложила группе она пропала вот так вот такая вместительная клементиночка как штуку купишь давай раньше помнишь предыдущих финалах надо было выбирать действия рука или что а здесь просто похожи нажимаешь на все уже автоматом убирается я очень хорошо или плохо нормально даже может быть хорошо 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 потому что если я уже потрогал зачем не дарас трогать сразу монтировку раз и все проволока и много теперь рейдеры не решатся лезть на наши стены эй вот это нам пригодится чего мы сделаем из этого бомбы бомбы шутишь что ли никаких шуток у тебя дома я таких сто раз делал он всегда любил все взрывать потому и считался трудным подростком гаи каюсь мне всего дата нужно чуток пропана и что-нибудь боющая искру получится приличная самодельная взрывчатка а есть чего это что удобрение какое-то как ты собираешься его взрывать удобрение ну-ка блять очень не просто интересно интересно попробовать взорвать удобрение all-purpose ну да фертилайзер удобрение там есть и вот съемаем ли что у нас есть гриб выбран его сырым и ванько что ли вы кресеньку примите ты чё я сделал это ради науки да уж конечно съесть сырой гриб даже не сняв с него кожицу даже не повторять есть и в нем черви даже не понять ядовитый блять он или нет примите на что у тебя в башке иногда к технальному сезону ты немножко начинаешь тупить и взглянуть на садовые ножницы мои сам бы нашел то стоит в лицо изучает стену имбецил имбецил вот чем дело дело там изучать ящик все даже здесь раз не посмотрел ящик баран выбрать выключать нечего выдачки что мне еще на 10 найти лопату здесь нет газонокосил а вот расчистить а там еще помещение но я видел держись эта дверь в школьную лабораторию может там есть пропан они обиды мальчик который обиделся на всех он говорит меня вот так давай-ка помогите эту штуку мне сейчас дверь откроется его ебанет зомбарь отвечаю отвечаю ну блять топать за ебал это и у чё это сука тугая нахуй разобьется стекло да только замаре могу здесь развивать стекло а нормальные 10 бабушки не могут так теперь загоним внутрь а люди здесь тупят постоянно жестко ну и че тоже на что-то хочешь везем на тебя просто перед просто перед не буквами и черт не брать какое растение фу блять мне кажется она несъедобная неприятно что такое ты как испугалась возьми галить в дыхание не менее ну блять примитивно это это хуйня который оторвало руку ты не получать сухожили вообще нет который держит и руку и мышцы а ты смогла из-за такого хватания потерять нож это странно это же очень странно кто это мисс мартин наша медсестра школьная она осталась когда все остальные ушли божь она выглядит ну уставший она выглядит какой на бля чугу отдыхаешь ее и должно знать так теперь она просто удобрение мне также она больше поддержим ее не будем подъем 8 не очень жаль руби на вот вы сделаете и и такой же красивый как раньше чуть-чуть а в башке ебать руби ты чё ему ваши отношения субе изменились однажды мы отправились добывать еду напали ходячие думали мы сможем отбиться но их было так много мисс мартин приказала нам бежать и мы бежали а ее приковали научили меня как ухаживать за ранеными швы и местные анестетики обезболивающие жаропонижающие не думаю что смогу позаботиться о ней может ты прости позаботиться смысле убить а мне интересно как она вообще оказалась сама прикованная тут и помог ли она сама слава уходить я здесь посижу как что как-то будет никто не меня не заботился я блядь и хуевая вы ребят живую это выгражденной территории и у вас зомбарит рядом вы не хотите от них избавиться нет вообще насрать на все что за губ да только даме минутку нужна магия ну же помогите мне найти долго не пропали малью матчу давай поможем с этим пропаном сам не стоит ли они может дать ты не можешь давай бы что что ли пройти посмотреть есть здесь бабочка с пропаном что да совсем дурак что любят стоит смотрит на этого заборя заебалу реально блять затрахнул эти все у отрасли некоторые такой я делается с мухой и потом ее пожирает опять были пискать и бесконечное бесконечное заднее отверстие куда ты можешь все складировать похоже на мочу слабого питье да я сейчас разберешься тонн эту мотировку положит то целый горшок цветком дашь климатиночка ты блин взрослежь девочка это пригодится вы яблочко я как раз надеялся что мы надеем здесь такую штуку а это октябрь она ты и даст нам искру не на осталось только найти пропан и можно будет расчехать расчерачить этих ублюдков мне надо блин давай давай найдем чтобы расхерачить тут блять сам вот стоит она имбецил возьми себе эти ссылки нашла чего я даже не представляю что это такое это бен зурки для того чтобы там чё-нибудь наливать посмотреть пропорциях все остальное взять баллон надеюсь там внутри газ сложности вот здесь нет скью вот цель и бычь просто взять но супер давай давай парам помоги мне ништяк теперь у нас все будет необходимо на завернуть и рассказать остальные сначала надо похоронить не смарт похоронить ее зачем возиться она же хочу помогите вытащить ее наружу там сажом нет мы живы только благодаря мисс марки и она заслуживает нормальные похороны здесь рядом с ее любимой теплицы чтобы никто не видел и такой я думаю чувак прав ну потому что сжигать вот это она может просто разлагаться распространять эту заразу всю ты не знаешь как-то в будущем вообще потом раскопаешь и там какая-нибудь хуйня раз будет кетом ты вдохнешь и и пиздец тебе как в чужом знаешь в этом сжигает вот такую вот хуй и надо точно сжигать она мертва уже много лет на кой и хорнись сожжем сожжем наху пошла ее надо сжечь от нее уже давно не осталось ничего человеческого все пиздец обиделся вот дура мы уже все видели как умирали люди нельзя так трястись из-за каждой смерти да дело не в том ты какой она была человек хороший плохой злой добрый похуй вообще в том что она заразна она представляет из себя за разу всех медвецов надо здесь сжигать в этой вселенной всех даже если он умер не как зомбарь все это зажигать на всякий случай потому что они все равно обращаются уж тем более если он просто умер он обратиться надо выжигать знаешь знаешь так это лучше взять и покончить они сближаются будешь соревновать куток им был поморгать проморгаешь то что у тебя под носом типа вместе пропан достали все такое типа за климати начали топить я всем скажу как вернемся что я передумал вот блядь ты нужна нам в этом игра игра пришла спасибо спасибо ну все как я предполагал все я как и планировал как будто самой консультировать взял все разобочки думаю что хватит вы надеяться тогда лилии и люди не смогут что новости им придется прорваться через ворота и мы будем готовы заведем лопат в лапы огненной разрывной смертью мудаки и не поймут чем открою ну вот лишь уже мы вернулись обратно получается спальня до нашего шаги ну да спальня там есть хорошо давай уже посмотрим на эту спальню в той же серии пока что подписывайся на канал включай колокольчик став лайк и пиши комментарии подписывайся на паблике все ссылочки в описании подойти все друзья мои все пока до сих пор Продолжение следует...